опа посмотрите кто вернулся да да приветствую всех спустя долгое отсутствие а я-то предупреждала в прошлом видео что переезжаю так вот я в польше а если быть точнее то в кракове да я почти год учил иностранный язык и поступила в университет на бакалаврат если же вам интересно узнать о моей учебе и первом опыте за границей то ставьте лайк и пишите коммент чтобы я сняла такой ролик а ну а если серьезно то видос немного не об этом наступила осень дожди и холода а значит и витамина d теперь меньше также упала успеваемость и пропало желание учиться и возможно даже рисовать если в этих словах вы узнали свою ситуацию то этот ролик именно для вас сегодня я расскажу о том почему у меня нет выгорания и чтобы я порекомендовала для того чтобы рисовать прям постоянно и получать при этом кайф они жопную волю и отсутствие настроения да все же мелкое нежелание иногда появляется и у меня но прям выгорания у меня вообще теперь нет то интриговала тогда берите блокнотик для записи горячий чай или кофе и плед а я начинаю болтать напоминаю своим телеграм канале где можно поддержать меня финансово пив артик или рекламу а также пинтеры с моими картинками в одной папке также создала отдельный телеграм-канал с вашими фан-артами теперь вы можете отослать гист со мной мне в личку условия поста закрепи этот видос все же больше подкаст потому спит пенсива один вставок не так много на фоне будет запись покраса рисунка в общем классика рисую в этот раз я себя как ни странно в синих тонах я долго думала делать рисунок цветным или все же однотонным и остановилась на варианте которую видеть сейчас на экране с чего же мне начать наверное поговорим сначала о термине выгорания а потом я буду делиться своим опытом и советами хотя думаю что и моем примере будут советы но все же постараюсь ставить чок в отдельный блок договорились мира не бывает разным но сегодня поговорим о выгорании связанным с рисованием все же канал рисовательный как-никак выгорание это банально не желание рисовать не на физическом уровне мол наелся и так далее а на психологическом само слово выгорание крайне громкое и не стоит называть им абсолютно все моменты когда не хочется рисовать выгорание это не разовый случай мол пришел поздно с учебы и не хочется рисовать все пошел спать тут просто щеку стал физически из-за чего и не хочется рисовать соответственно это крайне житейская ситуация потому не стоит переживать и накручивать себя мол я неудачник и не рисую законченные шедевры каждый день это нормально не рисовать каждый день мне никогда не нравился извечный пульт продуктивности хотя по моему телеграм-канал но можно подумать что активно это пропагандирует хотя мне действительно комфортно часто рисовать но в меру это моя личная особенность вам же такой ритм может не подходить так вот все же мы должны работать в своем темпе с комфортом по логике пропаганда продуктивности должна мотивировать работать тех кто ничего не делает но зачастую лентяем по барабану а вот работяги как раз переживают что делать недостаточно ведь какая-то маша из соседнего подъезда рисует по 20 рисунков каждый день а они в лучшем случае по 3-4 рисунка в неделю ну или когда приходишь уставший вечер сделал кучу всего открываешь соцсети и видишь целых три новых и красивых рисунка от кумира и появляется мысль а как если он тоже занимается делами как и я но при этом успевать еще и творить а я прихожу домой без сил еще если это ваш случай то мне хочется кое-что вам сказать не сравнивайте себя с кем-либо ведь вы не знаете они достаточно чтобы судить или оценивать их действия это сложно но поймите что возможно та же маша рисует много просто потому что ничем не занимается и ее содержит родитель но или ваш кумир полностью погружен во фриланс и рисование в интернете а с готовкой и уборкой кумиру помогает муж или жена например то то и дело что мы не знаем даже чувств людей возможно человек рисуя каждый день просто зависим от лайков или это единственное что ему поднимает настроение тяжелые времена не всегда в жизни так радужно как в соцсетях поэтому личный совет старайтесь меньше сравнивать себя с кем-то относитесь проще к таким людям и в жизни и в интернете советую работать своем темпе это абсолютно нормально рисовать немного небольшая рекламная пауза компания юги любезо предоставила мне графический монитор и 12 плюс коробки находятся сам планшет защищенный пленочкой со всех сторон а под планшета у нас находится вот такой вот красивый тонкий стилус и два небольших конвертика скоро узнаем что там медитативно снимаем пленочку с планшета поверхность матовой и очень приятная на ощупь на планшете присутствуют кнопочки настройки размера кисти зум и так далее которые при желании можете сами настроить под себя сзади у планшета нет подставки соответственно планшет будет лежать на столе горизонтальном распаковываю стилус снизу возле наконечника присутствуют кнопочки для смены толщины линий но вот кнопка на конце стилуса как оказалось просто для украшения я честно думала что это резинка открываем первый конверт и находим два провода юсби си юсби си и юсби си юсби эй кстати один из проводов имеет вот такие защитные крышечки на месте разъема а второй шнур никак не защищен что странно думаю стоило бы оба шнура защитить во втором конверте у нас руководство по использованию а также просто кучу наконечников для стилуса я в жизни столько наконечников не видела их хватит на лет двадцать активного использования судя по всему одна книжечка эта инструкция на нескольких языках а также документик который понадобится вам в случае если нужно будет вернуть планшет по той или иной причине переходим к тестированию планшет имеет размер 12 дюймов экране не увесистый что крайне удобно для переноски также имеет 8192 уровня нажатия проблем со скачиванием дроверов не возникло было очень классно впервые за несколько лет снова порисовать на экране да у меня уже есть планшет с экранов для моей активной жизни он оказался очень неудобным почему он был достаточно большим и занимал весь стол то есть чтобы спокойно рисовать на постоянной основе надо было иметь два стола один под планшет а второй для своих нужд это неплохо но такой подойдет людям с большой комнаты где можно поместить два стола и все остальные вещи извиняюсь что своей светящейся лампой заслонила вам весь пикпейн что поделать без лампы я бы снимала видос в полной темноте также я не смогла протестировать рисование на телефоне ведь мой телефон оказался немного стареньким и не подходит под android 90 как минимум чтобы затестить так что будете знать что можно рисовать и на андроиде а также планшет поддерживает даже linux экран можно использовать как второй экран играя на нем выигры рисуя и смотря что-либо например меня на ютубе оформить заказ можно прямо на официальном сайте юги активно скидка в честь черной пятницы потому скорее пить покупать планшет недорого качественно и удобно а мы возвращаемся к видео окей немного разъяснили а теперь поговорим о моем опыте и как я дошла до того что больше не испытывая выгорания начнем с самого начала мне было 11 лет я рисовала аниме и чиби рисовала на уроках и в своем темпе а также ходила в художку но для меня на тот момент это было просто место где встречалась с корешами и мы вместе хавали булки и обсуждали мальчиков на переменках то есть ни о каком выгорании не было и речи я просто рисовала сколько хотел и как хотела а в художке еще не было настолько сложно чтобы пахать от работами к просмотру и много раз упоминала то что завела instagram потому что поддалась общему тренду среди одноклассников я начала активно вести соцсети и стала получать много отдачи ведь рисовала быстро и много не хотелось радовать подписчиков а также получать хороший актив чего скрывать не хотелось радовать подписчиков а также получать хороший актив чего скрывать в один момент алгоритмы инсты начали давить на меня я стала больше переживать по поводу актива постоянно рисование переживания сложились и начало появляться выгорание но я это игнорировала дабы сохранить хорошую активность В общем, рисовала через силу. А потом произошел еще один прикол. Я начала взрослеть, и мне уже не хотелось рисовать мимишных девочек в чубочках. Но я, блин, не могла переключиться на другое, иначе актив бы ушел на дно. В начале этого года я окончательно выгорела, и ушла в закат на ютуб и в телеграм. Еще некоторое время я морально отдыхала от выгорания длиной в 2 года, и начала расслабляться, понимая, что мне становится пофиг на то, что рисовать и как это делать. На ютубе видео, которые почти никак не относятся к моим рисункам, а в телеге другие алгоритмы, и большая часть аудитории и так увидит рисунки, несмотря ни на что. И вот так я познала дзен. Начала рисовать под металл, рисовать кровушку по настроению, но иногда и милых девочек, и мальчиков. Вот оно, рисуй что хочешь, как хочешь. Ведь в телегу пришли не только за картинками, а и за твоей жизнью. Поэтому да, мое выгорание ушло. Мне повезло иметь подушку безопасности, чтобы благополучно уйти из инстаграма без особых последствий. Да, эпоха прошла, теперь у меня нет выгорания. Но рисование в своем темпе не стало одной причиной. Было несложно догадаться, но и переезд повлиял. Адьес, дистанционка и школа. Если коротко, то в нашем универе почти нет домашних. Наверное, потому что это приватный вуз все-таки. Также у меня куча движек, такого как готовка, оформление документов, поездки в другие города и просто студическая жизнь, когда ты полгода едешь на маршрутке в универ. Так вот, по факту, сейчас я снова вернулась к моменту до появления инстаграма в моей жизни. Хорошо ли это? Ммм, с одной стороны, да, нафиг эту инсту со своим пультом идеальной жизни. А с другой стороны, это часть моего опыта. Благодаря инсте, мой скилл стал расти быстрее и я нашла кучу крутых знакомств. Окей, тогда как я не доложу себя до выгорания? Начнем с того, что я не ставлю рамки в своем творчестве. Да, я бы могла совмещать импрессионизм и готику. Но все равно рисую то, что хочу. Просто не рисую на одну тему постоянно, в одной палитре и так далее. Сегодня я рисую скетчи карандашом, завтра диджитал полноценку, а послезавтра вообще акварельные зарисовки. Конечно, есть и обязанности, например, заказы, но у меня их обычно не прям что много. Что меня отвлекает психологически от усталости. Походы в зал, конечно. Да, спорт очень отвлекает и благодаря ему ты выплескиваешь весь негатив. Кто-то скажет, что у меня нет времени, сил и денег, чтобы ходить в зал. А я скажу, что занималась дома полгода и все равно прогрессировала. Потому финансовая составляющая тут не прокатит. Можно заниматься без гантель, со своим весом. Главное правильно это делать. А беговую дорожку заменит простая ходьба на улице. Можно заниматься на выходных. Да, не обязательно прям 3 часа, полчаса поначалу достаточно. Главное дисциплина. Спорт очень разгружает ментально и физически. Да и спиться мне после спорта лучше. Также поиски иного вдохновения помогают. К примеру, новая музыка и любимая группа, концерт которой будешь ждать как маму с магазина с вкусняшками в пакете. Из интересного могу еще отметить небольшие поездки, ну или масштабные поездки за границу. Я так в Словакии побывала. Мне очень понравилось. По факту, это все. Но ненапряжный движ и более взрослое отношение к жизни повлияло на мое творчество и феномен выгорания. На мои человые отношения ко всему повлияли еще и проблемы с горлом от нервов из-за экзамена. Врач сказал, что мне нужно менять мышление, чтобы не болеть. В итоге да, я теперь постоянно налегке. Но при этом не прям что пофигист. Много обстоятельств удачно сложились, чтобы я больше не страдала из-за выгорания. Я не могу дать универсального сета всем, потому просто поделилась опытом, который возможно поможет и вам. Кстати, я опросила своих любимых подписчиков, чтобы они дали свои советы, как они не сталкиваются с выгоранием, а если и сталкиваются, то как решают саму проблему. Я буду зачитывать ваши комментарии и невозможно как-то комментировать, если мне есть что добавить. Ой, но с выгоранием... Помню, был очень долгий случай, когда очень долго не рисовала. Но просто не хотелось. Не тянуло и это пугало, но это как-то само прошло со времени. Думаю, в тот момент у меня был очень сложный период и просто придумать мысли, идеи для рисования, ну, не хотелось. Просто в голову не лезло. Скорее, просто лучше себе в такие моменты отдохнуть и просто расслабить мозг, а не загонять себя по этому поводу. Все мы люди. И с нами всеми такое бывает. Нам просто нужен отдых от этого. И только от человека зависит, насколько времени он будет длиться. Таша, Таша. Я согласна. Как говорила моя мама, все проблемы от головы. Ведь действительно можно себя накрутить и сделать еще хуже. Большой комментарий. Хм. Если перестало получаться то, что было задумано, то бишь начинается выгорание, и вы это осознаете, дайте себе время. Если люди, я к примеру, которые долго не могут вообще быть без рисования. Знаете, возможно, дело даже не в том, что началось выгорание или арт-блог. В этом можно удостовериться парочке способов. К примеру, поменять обстановку. Если вы здесь стал художник и рисуете исключительно на графическом планшете и так далее, в вашем случае вы можете пойти в кафе, посидеть там, порисовать. Например, людей за соседним столиком. Но согласитесь, это не так удобно, правда? Если же вы и диджитал, и традиция рисовака, то теперь уже лучше. Возьмите свой любимый скетчбук, цветные карандаши, акварель, да что угодно. Просто свои любимые материалы и пойдите в парк, сквер или в центр города. Рисуйте людей в интересных одеждах, здания, кусты, деревья. Можно разбавить бытие, и так даже вы. Можете расширить свое мировоззрение, если вы редко рисуете что-то подобное с натурой. Те же самые деревья, люди и кусты с птичками на асфальте. У вас появляется возможность попробовать для себя что-то новое. К чему я это все? К тому, что если вы столкнулись с подобными мыслями, попробуйте вот те способы, что выше. Может, именно они помогут вам набрать сил и разгон для дальнейшего. Называйте просто автор О. В целом, как я уже и говорила. Да, можно делать что-то разнообразное и пробовать новое. Это и руку набьет, и возможно даже поднимет настроение. Разнообразие это всегда хорошо для нашего мозга. Извини, что мои комментарии не сильно велики, ведь авторы и так все по полочкам раскладывают. Когда я сталкиваюсь с выгоранием, обычно пробую различные другие хобби. Стараюсь не рисовать недельку. Затем набираюсь мотивации, смотрю обзоры скетчбуков, другие художественные видео. Они так мотивируют, сразу карандаш в руки просится. Я люблю медитировать, анализирую, зачем мне нужно рисование, для чего я это делаю. Могу рисовать свое настроение, как бы хуманизирую его. Это успокаивает, радует результат. Зачастую слушаю музыку. Тоже помогает рисовать лично меня. Мой ник никри. Лично я, чтобы не сталкиваться с выгоранием так часто, как мои знакомые художники, прибегаю к моим трем главным правилам. Первое. Всегда во время рисования я параллельно что-то включаю в себе. Например, видео какой-нибудь или музыку, которая мне по душе. И налегке рисую. Второе. Если у меня совсем нету настроения рисовать, то я беру себе перерыв на неделю-две, чтобы я смогла за это время успокоиться полностью. Даже когда настроение нормально, нужно делать хоть небольшие перерывы на 2-3 дня, чтобы не перегружать себя. Если у меня нет возможности отдохнуть прямо сейчас из-за какой-нибудь камешки, то чаще всего лучше просто договориться с человеком на то, чтобы перенести дедлайн на пару дней из-за личных проблем. Ну, а если же и это не получится, то сразу после отдачи работы я беру rest. Третье. Всегда ищу некое вдохновение на работу. Захожу в пинтерест, например, и рассматриваю разные картинки, чтобы идея сама возникла в голове. В такие моменты желание рисовать у меня появляется очень быстро и легко. Главное, всегда понимать свое состояние и не навязывать себе, что нужно рисовать через силу, ведь обычно такое выходит лишь боком. Также вы можете пытаться рисовать во время выгорания маленькие зарисовки, на которых будет что-то близкое вам, например, котики или жабки небольшие. Обычно такое помогает, если вы и правда любите то, что будет на этих зарисовках. Также лучше всего попросить кого-то из своих близких поддержать вас. Не бойтесь писать людям такие моменты. В свое время от выгорания меня спасла моя близкая подруга. И все, что было нужно, это немного похвалы и поддержки. Если же вам ничего из этого не помогло, и вы с каждым днем чувствуете себя еще хуже, и выгораете не только к рисованию, но и сами по себе, то обязательно обращайтесь к психологу, надеюсь, это хоть кому-то сможет помочь. Если же у вас есть проблемы с этим, а поговорить не с кем, то мой личный чат всегда открыт. Для мазохистов. Минус на минус дает плюс. Не обращаю внимания на выгорание и работаю на износ до тех пор, пока снова не появится искра. Корни не согласна. По своему опыту скажу, что такое не прокатит, а если и прокатит, то ненадолго, и в итоге последствия будут еще хуже. Не советую. Выгорание может случиться неожиданно, но для меня это редкий случай. Чаще, когда я должна кому-то долги отдать не по желанию. И тут, как тут, оно. Выгорание. Как с этим борюсь? Ну, я стараюсь сначала вообще не рисовать. Просто отдохнуть и собраться с мыслью. Это никак не помогает. И после того, как по полочкам поставила, я ищу стрелу вдохновения. Это может быть музыка, всякие видео, пинтерест или вдохновляющие художники. Как нахожу эту стрелу, она меня пробивает, и я горю прекрасными чувствами творить. Я в цикле. Если выгорает рисование, иду в геншин. Выгорает геншина, иду рисовать. Я цикличный. Но если и то, и то выгорело, то лучше спортом позаниматься. Зарядочку, побегать или просто походить на улице. Возможно, после этого видео вы подумаете, что соцсети это зло. Возможно, и так. Но я просто не умела адекватно ими пользоваться. И загнала себя в такую яму плохой продуктивности. Постараюсь следующее видео выпустить не через 100 лет. Что ж, закончим на позитивной ноте. Спасибо всем, кто писал свои истории и советы. Ну, и спасибо за просмотр. А я показываю законченный рисунок. Картинка в хорошем качестве будет в телеге. И не забывайте про остальные соцсети. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok